«Игорс шулаюсь. Парбри виву ум отбил диву. О свободе и ответственности». Впервые напечатано в журнале Даугова в 1992 году, номере пятом. Читает Евгений Бразвит-Брушковский. В прошлом столетии некий профессор медицины в Берне начал свою лекцию вопросом. «Дамы и господа, кому из нас не довелось заполучить хотя бы однажды небольшой триппер?» Перефразируя этот пассаж, можно было бы сказать, каждый человек может быть свободным. И кому из нас не довелось пережить это состояние хотя бы однажды? О свободе говорено так много, что временами уже и подташнивает. К тому же обыкновенно говорят о ней с таким серьезным, значительным выражением лица, что по неволе затаскуешь. И при этом легко можно не заметить, что речь-то идет о свободах, о всяких разных свободах. Политических, экономических, социальных и тому подобное. Свобода попросту подменена свободами. И человек может пользоваться дарованными или же завоеванными свободами, так и не познав свободы. Свобода не есть ни свободы, ни их сумма. Свобода – нечто совсем другое. И представление об этой инакости может дать уже то, что свободы можно конструировать. Они могут быть дефинированы. Напротив, свобода конструктивна сама по себе и не поддается однозначному определению. Свобода есть экзистенциальное состояние или переживание такового, рождающее свои причинные связи. Свобода не уместишь в рамке одного понятия. Будь это возможно, мы бы попросту погибли, ибо лишились бы разом всех других вариантов возможности быть иными и открытыми. Лишаясь такой возможности, человек замыкается в себе, зашоривается, инволюционирует. Пояснить это можно и так. Если человек свободен от – это еще не значит, что он свободен. Свобода от – еще не свобода. К тому же освобождаться или освободиться от – цель вряд ли достижимая. В принципе, освобождение от чего-то одного вызывает необходимость какого-то нового, следующего освобождения. И в конце концов это превращается в бегство от свободы. А убегая от свободы делают или то, что делают другие – конформизм, или то, чего хотят другие – тоталитаризм, авторитаризм. Свобода непроизводная от чего-либо. Ее нельзя во что-либо редуцировать. Ее нельзя взрастить, сочинить, выстрадать или вымечтать. Свобода и не есть нечто, при помощи чего человек самоутверждается. Человеку не присуща способность быть свободным. Человек всего лишь способен или не способен быть свободным. Это не дар, не врожденное свойство, а скорее некое усилие. Чтобы воспрянуть, разогнуться, подняться во весь рост, необходимо совершить усилие, вложить в это дело свой труд. Причем исполнить этот урок может лишь каждый по отдельности. Нельзя вместо кого-то другого воспрянуть и разогнуться, выпрямиться во весь рост. Только перебарывая свою неспособность к этому, человек оказывается в состоянии быть человеком, быть свободным. И, может быть, преодолевая невозможное, человек тоже соприкасается со свободой. Поэтому свобода неразрывно связана с творчеством и наоборот. Свобода есть беспрерывное, живое усилие, совершить которое может лишь сам человек. Свобода – не коллективное мероприятие, и массовым порядком ее никогда не достичь. Свобода в руках каждого. Быть или не быть свободным – за это каждый ответственен сам. Всякое рабство – прежде всего самообращение в рабство. И раб всегда отыщет себе рабовладельца, хотя бы и вымышленного. Без рабовладельца он не может жить. Кроме прочего, так можно и уклониться от ответственности, от простой ответственности человека за то, чтобы он был свободен. Рабовладельца можно винить во всех смертных грехах, воображая при этом себя воплощением чистоты, добра и благородства. Так образуется садомазохистский комплекс. Он может выразиться, к примеру, в отграничении от других. Человек воздвигает стены, неприступные только в его воображении, что требует беспрерывного выяснения их геополитического или бытового значения. Свободу можно рассматривать как выпрямление, а освобождение же – как попытку оправдать и оправдаться. Выпрямляясь, человек обретает стать, лицо. Он становится ответственным за все и действительно за все отвечает, причем отвечает сам. Не делая этого, он попросту потеряет свое лицо и осанку. Согнется в три погибели, апеллируя к чьей-то чужой ответственности. Я говорил уже, что выпрямиться может только сам человек. Притом выпрямление – не собственность. Оно не может кому-то принадлежать. Его нельзя национализировать. И отчуждение его невозможно. Свобода не есть свойство, которое, выпрямившись однажды, обретаешь раз и навсегда. Если ты сегодня пробудился и встал на ноги, это еще вовсе не значит, что ты сделал это и за свой завтрашний, и послезавтрашний день. Процедуру эту нужно повторять каждый день. И распрямляться тоже придется всякий раз на новую. Быть свободным – значит жить в особом режиме, в режиме возобновляемых ежедневно усилий и ответственности. Понятие распрямления содержит в себе еще один важный момент. Нельзя распрямиться частично или наполовину. Ты или выпрямился, или остался стоять на коленях или на полусогнутых. Частичной свободы, полусвободы не бывает, только вся сразу она свобода. Если свобода – определенный акт, то вытекающее из нее или с ней связанное действие, поведение – акт окончательный, полный, насыщенный смыслом. Напротив, в процессе освобождения действие обращается в лица действия. Это не столь поведение, сколько его имитация. Освобождаться можно лишь постоянно оправдываясь, то есть все мерзости оправдывать прошлым, истории, социальными, политическими, экономическими и прочими обстоятельствами. Оправдание эти – неуважение к самому себе. Тогда нельзя было иначе. Я этого не хотел. Я так не думал. Все это ловкое увиливание не только от ответственности, но в сущности и от себя самого. К тому же ссылки на прошедшее допускают сползание в некий цикл, в нелепый бред, в котором действуют какие-то спиритуализированные силы, помыкающие человеком, как им вздумается. Каждый, впрочем, волен и вправе выбирать, где ему жить. Из сказанного неправильно было бы вынести, что свобода есть нечто внутреннее, а свободы относятся к внешнему. В каком-то смысле это и так. Свободы не порождают и не определяют свободу. Какие бы ни существовали социальные, политические, экономические свободы, нет никаких гарантий, что тут же присутствует и свобода. Можно, пожалуй, повернуть это и иначе. Свобода однозначно не предопределяет наличие свобод. Однако важнее другое. Свободы только тогда не обманчивы, когда в них воплощается свобода. Можно было бы сказать, что свободы в этом случае являются выражением экзистенциальной свободы, ее фиксации. Можно провозгласить, даровать самые разнообразные свободы, но все они лопнут или же окажутся извращены, если не будет свободы. Если не найдется достаточно много людей, которые, будучи сами свободны, помогут свободам оставаться в силе. До свобод нужно дорасти, нужно нарастить мускулы, закалиться в пламени свободы. В противном случае они лопнут, как мыльные пузыри, причем доконать их обыкновенно помогают самые речистые и пылкие сторонники свободы. Потому-то освобождать кого-то приятное и небезвыгодное занятие. Освобожденные сами требуют для себя тут же стражей и владык. Упомяну только один пример, а именно синтагмы тоталитаризма, возникающие ныне самым неожиданным образом в различном контексте. Новый консерватизм, национал-революционеры, единство, народность. Дабы пояснить, каковы связи свободы с политикой и экономикой, воспользуемся одним древним наблюдением. А именно, одни прибывают на Олимпийские игры, чтобы торговать и наживаться. Другие, чтобы состязаться и побеждать. Третьи, чтобы поглазеть. Выражаясь современным языком, первых назовем экономистами, бизнесменами, вторых – политиками, а третьих – интеллектуалами. Первые две группы меня интересует меньше, чем третья, но и о них я осмелюсь сказать несколько слов. Легкомыслием было бы думать, что главное условие свободы или свободы – политика или экономика. Олимпийские игры могут состояться только тогда, когда присутствуют и бизнесмены, и политики, и интеллектуалы. Если же хотя бы одна сторона отсутствует, игр не будет. Нелепо считать, что кто-то из них главнее. Можно говорить о соотношении силы, взаимоотношениях групп, но главенство, в лучшем случае, подобный подход говорит о незнании, необдуманности или болезненном самолюбии, граничащем с манией величия. Политики подчеркивают в настоящий момент необходимость демократии, хотя и не ясно, что она такое. Все худо-бедно понимают, о чем речь. Экономисты-бизнесмены озабочены рыночной экономикой. Эту и другую деятельность сопровождают до боли знакомые глаголы «отменить», «отставить», «снять» и тому подобное. Чей труд главнее, важнее? Экономистов, политиков? Но из демократии не вытекает рыночная экономика, а из рыночной экономики вовсе не обязательно получается демократия. Да и возможно ли вообще обещанная демократия и рыночная экономика? Вопрос излишний, бы ответ уже готовый. Доминирует взгляд, что стоит лишь заменить одну систему другой, и все понемножку уладится. Но такие утверждения – миф или же идеология, от которой не умеют отказаться. Может быть, систему вовсе не нужно менять, ибо это и невозможно сделать. Из закрытого общества не перепрыгнешь вдруг в открытое. Что значило бы оказаться внутри такого механизма, где исследуются альтернативы, где ищут, ищут и находят наилучшие из возможных вариантов. Демократия, конечно, разрешает многие проблемы, но не меньше новых проблем при этом порождает сама. И даже если она, демократия, имеется, она еще не указывает направление движения. Вопрос, куда нам, что дальше, остается открытым, так как ответственность за дальнейший курс нужно брать на себя самим. И не следовало бы забывать, что для демократии характерна так называемая неконтролируемая зона власти, чье существование объясняют интересами сохранения демократии или защитой народных общественных завоеваний. Но именно в этой зоне зарождаются авторитаризм и тоталитаризм. Не рассмотрены все еще третьи участники Олимпийских игр – интеллектуалы. К слову, интеллигенция с ее историческими и региональными особенностями у нас куда больше известно. Упомяну некоторые из этих особенностей. Интеллигенция возникла как небольшая группа людей, у которых было свободное время и некоторый достаток, что позволило ей монополизировать духовную деятельность. Эти люди были достаточно независимы от власть придержащих, чтобы оставаться самостоятельными. Интеллигенция считает себя совестью, честью народа или общества и ведет себя соответственно. Она берет на себя заботу о темном народе, об угнетенных, выступая в роли их защитника. В свое время примерно так оно и было, но уже в начале 20-го столетия все изменилось. Мир был уже другим, а интеллигенция заводила по инерции всю ту же песню. Она по-прежнему защищала других, заботилась о других, не потрудившись выяснить свое истинное положение, не задаваясь вопросом, а что, если ее речи от чужого имени полная безответственность. Интеллигенция по-прежнему хотела думать за других, а не за себя, хотя ведь ее обязанность быть мыслящей. Тем самым она стимулировала духовное иждивенчество, поддерживая иллюзию, что можно жить за счет чужого мышления, что помощь может прийти извне, и что самому можно и ничего не делать. А если делать, то кто-то должен сказать, что именно. Произнося красивые слова, интеллигенция таким образом плодила не до мыслия, а с ним иллюзии о возможности освобождения. Вместо того, чтобы воспитывать самостоятельность, духовную автономию, интеллигенция продуцировала уже готовые ответы, годные лишь для уже готового мира. Она развивала неясное, трезвое сознание, то есть непрерывные сомнения, искание, самокритику, а полную самодовольство идеологию, не способную родить хотя бы одну стоящую мысль. Она не столько проясняла, сколько замутняла суть проблем и для себя, и для других, и оставляла при том за собой право учить, как надо, не видя, каким ужасающим превращением это приводит ее самое. На самом деле знание упрощалось до банальности, это-то и ужасно, ибо зло, как правило, банально. Но и от этих упрощений интеллигенты не собирались отказываться, да и многих из них можно упрекнуть в полуобразованности, то есть безграмотности. В современном мире статус интеллигенции изменился, но архаические представления и их рецидивы путают и затемняют очевидную реальность. Интеллигенция сделалась тоже массой. Она воспроизводит стандартную идеологию, оправдываясь славой прошлых дней. Сами же интеллигенты в большинстве превратились в наемных служащих, хотя и ни за что не желают в этом признаться. В принципе, в наши дни функция интеллигенции – консолидация общества. Разумеется, интеллигенция в силах задевать, будить, тормошить современников, но каждый, тем не менее, должен сам. Встать на ноги и думать тоже должен каждый сам. В этом смысле главное отличие интеллектуалов от интеллигентов в том, что интеллектуалы не выступают как защитники и мессии. Можно даже сказать, что интеллигенты – правозвестники правды, но вчерашней правды, а интеллектуалы – ее искатели. Однако же правда сегодня оказалась ненужной. У каждого своя правота. И интеллигенты нынче успешно переквалифицируются, находят себя в новых сферах деятельности. Интеллектуалы, напротив, напоминают, что есть правда, не та, которую громогласно возвещают, а та, которую ищут. Интеллектуалы просто делают свое дело, заботясь о суверенности и точности мышления. Творят, а они оправдываются ссылками на прошедшее. И они, интеллектуалы, необходимая составная часть современного мира и гражданского общества. Причем необходимы, конечно, независимые интеллектуалы. Или, как пишет Ральф Дарндорф, «Свободному государству необходимы критики, не связанные с системой власти». В переходный период интеллектуалам, быть может, и нужно быть у власти, но мы поверим в стабильность гражданских институтов общества лишь тогда, когда эти люди вернутся за свой письменный стол». Конец цитаты. Не стоит толковать эту фразу буквально. Речь о том, что интеллектуалам попросту нужно делать свое дело, то есть критиковать, анализировать и заниматься всем тем, что выражает труднопереводимое немецкое слово «Auseinandersetzung». Задача интеллектуалов – создавать свободное слово. Но таковое может существовать только в свободном пространстве, и произнесено оно должно быть публично. Свобода существует не ради себя самой, а в коммуникативных связях. Без публичного высказывания, без необходимого для него места, пространства, невозможна дискуссия, выяснение истины – «Auseinandersetzung». А значит, и гражданское общество, способное противостоять тирании большинства. Но это возможно, если демонополизировать масс-медиа, если образуются независимые институты, фонды, как посредники между человеком и механизмом государственной бюрократии, а также обслуживающими их механиками. Упомянутый вначале вопрос Бернского профессора медицины упомянут не случайно. Перефразируя его, можно было бы спросить теперь, «Дамы и господа, кто из нас не страдал хотя бы однажды синдромом освобождения?» Но коль скоро болезнь пережита, пора бы наступить ясности, что такое свобода, что такое ответственность. Однако человек – дьявольски лукавое и уклончивое создание. Он притворяется забывчивым, он всячески избегает того, что и делает его человеком. Об этом напоминают нам некоторые культурные символы и тексты. В этом смысле памятник свободы мог бы быть подобным напоминанием. Добавлю только, что, может быть, нам нужен еще и памятник ответственности, ибо свободы без ответственности не бывает. Или же в существующем памятнике свободы нужно уметь разглядеть и ответственность, неразрывно связанную со свободой. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok